Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Водители теперь могут обжаловать штраф дистанционно Функция, о которой в последнее время много говорилось, появилась в мобильном приложении Госуслуги Авто По сообщению Минцифры на первых парах для оспаривания будут доступны письма счастья Позже постановления, оформленные лично инспекторами В будущем, говорят чиновники, возможности приложения расширят Туда в частности добавят раздел для оформления ДТП по Европротоколу Трасса 101 В российском правительстве утвердили новые программы подготовки водителей Они должны начать действовать 1 сентября 2022 года Кардинальных изменений, надо сказать, не произойдет В частности, будет перераспределено количество практических часов, отведенных на автодром и город Число последних вырастет Теоретический курс расширят за счет нескольких тем, например, электронные системы помощи водителю Наконец, ученикам разрешат выезжать на автомагистрали Там, где они, конечно, есть Соответствующая поправка ранее была внесена в ПДД Трасса 101 Не просто волна, а цунами подорожание захлестнуло и китайский Хавейл По данным федеральных СМИ, стоимость моделей Джолион, F7 и других увеличилась почти на 1 миллион рублей Проверить эту информацию оперативно не представляется возможным, так как ценники на официальном сайте Havail.ru больше не отображаются Прайс можно получить только по запросу В качестве основных причин скачка цен Называется недостаток комплектующих И проблемы с их доставкой на завод марки в Туле Спрос на Хавейл в России, кстати, в последнее время рос рекордными темпами В январе-феврале 2022 года В сравнении с тем же периодом 2021 Он увеличился почти в два раза Россиянам, выплачивающим автокредит, власти разрешили претендовать на кредитные каникулы Речь идет о займах до 700 тысяч рублей Обратиться в банк за смягчением условий можно до конца сентября этого года Главное, что придется доказать, это снижение дохода на треть по сравнению с прошлым годом Кстати, в начале 2022-го спрос на автокредиты в нашей стране упал не так существенно, как за последние месяцы Выросли цены на авто, минус 11% Средний размер займа в январе составлял 1 миллион 300 тысяч рублей Пока в мире бушуют нешуточные страсти В Перми нашли новый превосходный материал для строительства дорог Это смесь щебня и полиуретана Открытие завершили в Пермском политехе Как заявили в учебном заведении, новое покрытие помогло бы раз и навсегда забыть о скользких дорогах За счет увеличения или уменьшения фракции щебенки можно добиться идеального сцепления шин с поверхностью трассы На изобретение уже получено 8 патентов На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101